Стратегический вам привет от ЖУЖК ЖУЖК. Продолжаем знакомиться с Humankind через... Хочется сказать через одно место, но через Google стадию, потому что демо только так представлено зачем-то разработчиками. Тем не менее, если вы не видели прошлые серии, то рекомендую к ним перейти. И в конце прошлой мы перешли во вторую эпоху. А демо как раз двумя эпохами будет ограничена, так что еще в этой поиграем. И я выбрал Аксумитов. То есть в этой эпохе я играю за Аксумитов. Вот тут видно способность. Я в прошлой эпохе играл за Нубию. Плюс 4 денег от каждого ресурса. По-моему, это все должно сохраняться. А сейчас я буду 5% денег за количество торговых путей. Но количества торговых путей у меня нет. Кстати, вот странно, тут написано 0 выполнено. Но я вроде выполнял. Даже раньше других что-то. Ну да ладно. Еще повторюсь опять, что качество картинки не от меня зависит. Я играю через сервис Google Stadia, который, собственно, это как бы стриминг игры. То есть, грубо говоря, игра не с моего компьютера запущена, а стримится мне на компьютер. И тут я уже ей управляю. Как мне писали в комментариях, не во всех странах это доступно. По-моему, только 14 стран. Кто-то писал, что даже через VPN смог поиграть, и у него картинка лучше была, чем у меня. Вполне может быть. Но, честно говоря, меня вот это вот не очень все устраивает. Тем не менее, где я думал, может, с хетами повоевать. И еще мне в комментариях рекомендовали, как вот выглядит дипломатия. То есть, то, что желтым отмечено, то, что сейчас уже работает. То есть, у нас открыты границы с хетами. Мы можем торговать только ресурсами. По идее, вот будет потом в будущем открываться, видите, предложить соглашение. Чтобы это... То есть, они должны принять это соглашение, если заработает. То есть, это улучшает соглашение, видите? А это ухудшает. То есть, вот это, я так понимаю, что... Видите, break. То есть, я ломаю наше соглашение. Это я сам могу сделать. А вот это должен принять мой партнер, потому что это улучшает соглашение. То же самое касается и здесь. То есть, сейчас мы видим друг друга столицы. Я могу предложить вообще поделиться картами. А могу предложить никакой информации не шериться. Не делимся никакой информацией. То есть, и столицы будут закрыты. То же самое касается границ. То есть, открытые границы. Могу закрыть границы. То есть, это я сам, опять же, повторю. Вот это ухудшение, это я сам делал. А когда улучшение, то надо, чтобы принял. С хетами, я думаю, повоевать. Кстати, тут нету никакой инфы по их. Так, вообще, мы можем, типа, торговать ресурсами. Но я смотрю, нечего ни мнения ему предложить. Отношения у нас пока... Ну, средние. Давайте я предложу китайцам... Нон-агрешив пэкт. То есть, парень, скажи, что ты желаешь, я буду слушать. Ты欲уешь что-то от меня? Может быть, но это не свободно. Как ты видишь, это будет благословение для всех партий. Я accept. Перфекти. Дни, такие, я рад, чтобы быть живым. Согласно пришло, типа, Receipt, и только тогда я согласился. Ну, в общем, у нас Нон-агрешив пакт с Китаем. Он, правда, далеко. Ага, видите, следующее предложение. Любое следующее предложение, только через 5 ходов. К сожалению, я сейчас не посмотрел. Но отменить соглашение, так понимаю, что я могу прямо сейчас. Я, кстати, не посмотрел, могу ли я сразу несколько предлагать. Я думаю, что могу сразу несколько, но это... А, так я могу это сейчас на хетах посмотреть, что просто могу вот так, так. А нет, одно только могу. Хм, странно. Мне кажется, это не очень правильно, но ладно. Так, где моя армия? Я вроде как... Я вроде как... Я вроде как там делал... Ага, вот она. Это я шел с этими воевать, а с этими мириться. И я, видите, присоединил к себе эту территорию, захватив. С этим я бы побился немного. Как лучше пройти. Давайте пока сюда. Да, наверное, сюда дальше пойду. Кажется, музыка громковата. По сравнению со звуками. Ну, видите, опять начало что-то мылить изображение. Вроде в начале более-менее пошло, но... И это типа 1080p. Опять же, проверил скорость перед тем, как запустить. Не знаю. Это очень плохое решение и для стадии, по-моему, и для Humankind было. Таким образом показывать игру. Ну, народ... Большинство в комментариях написали, что типа мы потерпим такое изображение. Интересно посмотреть. Тем более, что скоро эта демо-версия закончится. Может, эти выложат как-нибудь по-другому. Я уже себе Humankind предзаказ сделал. Он у меня, например, в стиме есть. Я... Вот потому что я сейчас вижу, я в это точно буду играть. Даже исходя из того, что сейчас есть тут. Так, это у нас тоже скаут. Давайте сюда посмотрим. Давайте, наверное, разграбим санктуарий. Санктуарий. Ну. Да, подвисает, конечно, 22 золота. И тут не будут животные больше появляться. Так, тут мы тоже все исследуем. Ну, вот примерно вот континент маленький, на котором нам бы еще в эту территорию как-то исследовать. Наверное, туда я отправлю юниты. И закончим ход. Я вот считаю, из... Из интерфейса плоховато понятно. Вот для армии, для юнитов, вот это слишком большая какая-то картинка. Это, мне кажется, народ будет пугать. Так, разграбили. 22 золота получили. Вообще, нам бы как-то тратить, наверное, это золото. Может, еще армию. Да, давайте глянем, что нам доступно и нумибийский уникальный юнит в дальнейшем, и аксумитский уникальный юнит. Нет, подождите, да не аксумитский. Где аксумитский? Или я его не открыл еще? Ха. Может, он где-то дальше открывается просто? Бараки. Ну, по идее, он должен во второй эпохе где-то быть, так? Тут бы еще поиск сделать. А вот он. Блин, а как он называется? Это вот клавиатура. Это не подумайте, что это в игре будет у вас на компьютере. Это для... Вообще, кстати, я запускал Humankind у себя на смартфоне через Google Studio. Там он выглядит очень нормально, потому что экранчик маленький. Ну и, соответственно, мне там кто-то писал, что смотрел видео с экрана смартфона, а там типа выглядит зашибись. Ну да, конечно, не такое мыльное, действительно. И в него, конечно, можно играть со смартфоном. И вот эта клавиатура как раз для тех, кто хочет на смартфоне играть. Блин, я забыл, какой у них уникальный юнит. А вот он. Шателай. Тут не написано, где он открывается? Вот зря, кстати. И Великий обелиск. Уникальный район. Шателай. Давайте поищем этот Шателай. Ага, набирать я не могу, значит, с клавиатуры. Ну это... А, не могу. Не видно было. Шателай. По-моему, так пишется. Блин. Ну вы прикалываетесь, почему... О, влезло. Ну. Так вот, я внес. Где... Где итог поиска? Да. Ладно, я походу не найду его. Извините, не хочу время тратить ни свое, ни ваше. Ну он хороший бы юнит защищать моих вот этих лучников при атаке на хетов. Но я не вижу их. Вот он. О, нашел. Стендинг арми. И далеко. Мне, кстати, я могу в следующем это исследовать. Десять ходов. Давайте после письменности, наверное, исследую сразу. Железо откроется, кстати. А он требует... Он как раз железо и требует. Ну, короче, пойдем сюда. Следующую в очереди поставлю. Еще бы уникальный район найти, где открывается. И вообще все зашибись будет. Следующим ходом откроется очко Цивика. Сможем принять. Блин, вот жалко в этом мыле реально плохо. Просто я вам рекомендую меня найти на канале предыдущие мои видео по Хьюман Кайн, где реально игровые ролики, чтобы вы увидели, как реально красиво тут сделана карта. Просто я так волновался после Endless Legend, чтобы они сделали читаемую карту, потому что в Endless Legend вообще нифига не было понятно. То есть я вообще не понимал, что, где находится. Тут им, по-моему, полностью удалось. О, Дуркури Галзу. Это же Вавилонский или Шумерский город. Давайте пойдем его откроем. Ух ты, напал на меня кто-то. Ну, давай. Проведем битву. Так. А что, только у нас две клетки, где мы можем разместиться сейчас? Прикол. Серьезно? Да ладно, подождите. О, тут надо, кстати, узнать. Ну и да, у меня два юнита будут выходить из резерва вот отсюда. То есть мне надо освободить это место, чтобы юниты появились. Вот эти два места. То есть он каким-то образом так на меня напал, что я не могу резерв подвести, понимаете? О, кто-то подвис. Так, давайте, значит, убьем вот этого, чтобы... Коннекшн нестабильно, пишет мне игра, хотя... А вот и... Дополнительные юниты. Ну, они сами на меня напали. Получили люлей. И на этом все закончилось. Так, мне бы найти их лагерь, собственно, откуда они нападали. И не забываем вот этих ребят спонсировать деньгами. То есть этих мы завоевали, а эти я пытаюсь присоединить к себе мирным путем. То есть платя деньги. Я так понимаю, мне не обязательно им 60 платить. То есть постепенно уровень все равно повышается. Но платя деньги, я ускоряю его. По-моему, так. И вот скоро, когда я так понимаю... Когда я стану патроном этих ребят, тогда я смогу их ассимилировать. В аварисе. Что мы строить будем? На еду. Это ускорить как-то можно? Четыре хода. Четыре хода. Вообще, знаете, еще вот странная штука в интерфейсе. Вот если... Они почему-то сделали, что перетаскивать три сразу, надо за крайнюю левую хвататься, а не за крайнюю правую. Что, по-моему, не совсем логично. То есть вот все три, а вот за эту должны хватать, чтобы перетащить. Ну, перетащил я здесь, потому что тут только два места есть. А чтобы один перетащить, надо справа хвататься. По-моему, это немножко странно. Ладно. Что мы тут построим? Ну, я бы уникальный район строил. Я... Ну, как вы понимаете, я тут вообще без понятия... А, слушайте, так он есть уникальный район. Аксумицкий. А нумибийский уникальный район уже нету. Но уникальный юнит нумибийский остался. Ага, значит, так это будет работать. Или, подождите, я же тут не строил никакой район, да? Что этот великий обелиск дает? Плюс пять денег за религию, плюс пять денег за каждый фермерский район рядом. И дает дополнительный слот торговца. Ну, кстати, для фермерских районов... Где у нас тут фермерские районы офигительно строят? Вот здесь. Да? Значит, нам... Вот здесь я могу построить этот Аксумицкий район? Могу. Мне реально его надо здесь строить, а вокруг него фермерские районы. Давайте так вот попробуем. А сначала я хочу его построить, потом посмотрим, как он будет выдавать. А, вообще, трындец, конечно. Видите, я поставил район? По-моему, поставил, да? Так, получили. Один Civic Point. Сейчас у нас будет даже два Civic Point очка, потому что мы накопили и получили в техах. Так, торговый. Это для моего района Нумибийского уникального. Это строение. О, наука есть. Какая-то. вещи, которые одна генерация научилась, могут быть постраданы в следующем. Возвращение что-то более вероятное, чем капитализированный цивикпоинт. О, воскресательный знак, это... Ага. Торговать чем угодно. Да. Давайте. Одесса... А вот каунта, это поторговаться. То есть, если он... Ну, давайте не будем торговаться, я просто прямой хочу посмотреть... Ну, вот... А, чтобы торговать, нам нужны торговые пути. Ага. Специальные юниты, инфраструктуру, но торговые пути могут быть хрупкими. Ну, конечно, на нейтральной территории их могут обворовывать. Короче, как мне дороги... Ну, то есть, мы договорились торговать полностью. Торгуй меня полностью. Я не вижу, честно говоря, может, мне торговый квартал надо построить? Нет, тут не написано, что это даст какой-то торговый путь, честно говоря. Сколько у нас населения в керме? Четыре. То есть, можно, в принципе, еще одну... либо обработать фарфор, либо обсидиан. Обсидиан дает две индустрии, пять стабильности, фарфор два мани, двое денег из стабильности во всех городах. Но давайте, наверное, все-таки обсидиан. Производство покруче. Производство покруче будет. Да, то есть, мне надо, найти, как дороги здесь проводить. А я это не могу найти из-за дебильного поиска, который в эту игру встроен, ну, в эту версию. О, мои юниты стали ветеранами. Смотрите, чувак прокачался. Три уровня ветеранства, и каждый уровень добавляет силу атаки. Ну, вообще силу, наверное. когда апгрейдите, когда юнит апгрейдится, его прокачка остается. Ветеранские юниты могут быть переименованы. Самое время. Время переименовывать юниты. капслок. капслок. Какие же уже косы будут. так. Ну, я так еще понимаю, что со временем, кстати, они лечатся. Я хочу глянуть. 76 хитпоинтов из ста. Я хочу посмотреть, следующим ходом, сколько будет. То есть, даже двигаясь, они вроде как должны лечиться. открытые границы у нас, по-моему, с китайцами. Хауджинг. Кстати, мы столицу не переименовывали никак. Я считаю, это упущением. Керма. Как у нас так вот по-африкански бы назвать что-то? Вот горыш вон такой. Ну, мумба-юмба как-то совсем не прикольно. Давайте будет Лешамба. Лешамба, да. Отличное название для нумибийской столицы Имху. Так. Ну, тут злые ребята в дурку Ригалзу сидят. Там тоже в комментариях пишут, что надеются или что будет русская локализация. Несомненно, русская локализация будет это стопудово во время релиза. Игра не вышла. Релиз будет в апреле 2021 года уже официально. Предзаказ в стиме открыт. Ну, начали люди опять возмущаться, что слишком дорого 2300 рублей. Цива намного дороже стоит. Изначальная вообще. В этой игре, по-моему, намного больше механик, чем в начальной циве. Не знаю. Я считаю, что вполне вменяемая цена. Так, а что тут у нас? Это район. Смотрите, порт построен. И смотрите, дороги проведены. Мне все-таки кажется, что надо торговый район как-то строить. Тогда будут дороги. опять же, я вспоминаю Endless Legend и как там было сделано. Там строились торговые посты и автоматически создавались дороги между городами, в которых есть торговые посты построены. И тут я думаю, что если построится торговый район, как бы в этом и идея, что торговый район, из торгового района начинают бегать торговцы и давайте сюда, наверное. И создавать дороги в первую очередь. А так, об аварисе строится. Как у нас в Ноке дела? Я вот не вижу никаких очков. То есть я не понимаю, увеличивается вот эта фигня или нет. Не вижу. И хотел посмотреть хитпоинты в армии. Нет. Кстати, не увеличилось. Не вылечился он. Кстати, а вот этих вот как его, агрессивных ребят тоже можно задабривать деньгами? Ну, пожалуй... Блин, про цивики забыл совершенно. так, что мы... У нас легитимность и мифы приняты. Теперь на армию можно что-то взять и на культуру. Что в культуре? либо каждые... 5 влияний от каждого городского центра. 15% еды, 5% стабильности. Не знаю. Так, армия либо апгрейд юнитов на 20% дешевле, либо сила каждого юнита на плюс один. Тут создание армии дешевле на 25%. Кстати, вот я бы хотел вот это приятчество посмотреть, повлияет ли это и на производство, и на деньги. То есть, смотрим. Значит, сначала у нас какой-то юнит подороже. 85 производства. тут все 85 производства, либо в деньгах. Как бы глянусь, сколько она в деньгах стоит купить. Либо 122 монеты купить. Убираем, принимаем этот цивик. люди end up as shock troops, cannon fodder или respected allies. И все равно 85% а в покупке 122 и что же тогда я принял? Спрашивается. Модифицирует наем армии, стоимость наема армии на 20%. Может это в каком-то рынке, может какой-то рынок наемников есть, может такое имеется в виду, но это никак, то есть принятие этой политики никак не повлияло на стоимость армии в городах вообще. Вот чего тут не хватает, так это автоматического исследования территории. Этого и не было в Endless Legend, кстати. Давайте туда пойдем посмотрим. А этим сюда. посмотрите, где хиты поставили аванпост внезапно. Так. Какой-то богатый мужчина прибыл в вашу империю, объявив, что он является... Да, извините, я перепутал Филси с Хелси. Это не богатый, грязный несчастный человек прибыл в вашу империю, утверждая, что он потомок одного из древних правителей Авариса. Без страха перед всем вашим двором он смело говорит вам, что его народ должен возместить огромную компенсацию за тяжкие преступления, совершенные вами. В смысле, не его народ, а мой народ, который мы... преступления против его предков. Короче, какой у нас выбор? Редрес предпонятие, как перевести, нищета будет разделена между всеми потомками, которые в армии. Много кто... Не очень понимаю, что тут говорится, честно говоря. Второе, в среднем доступ, я бы, кстати, перевел, его пророчество помешает рационально мыслить, но коммерция получит бонус. Либо белитл. Это вот такие древние слова, редрес, эксид и белитл, какие-то древние такие слова, осознават. Тут точно нужен русский перевод. Чтобы развлечь суд, мы высмеем этого человека и отправим его в путь. Тьфу на пророчество, вот Професси Па я бы перевел Тьфу на пророчество. Значит, празднование в Лешамбе на 15 ходов. Это плюс 10 стабильности, либо 5 монет и 2 науки, либо перемещение... Нет, давайте вот этот. 5 монет и 2 науки на 10 ходов. Выбрали. И вообще, вот эти выборы, они потом как-то влияют в принципе на развитие наших цивилизаций, то есть как-то влияют на путь, вот на этот путь каким-то образом. Вроде как. Так, ладно. Я что я в Лешамбе доделал? Не помню, что я доделал. Давайте попробуем коммерческий район построить. Вообще, вот эта пирамида должна давать бонус. Мировые пирамиды. Бонус коммерческим районам. Соседним. Вся игра предлагает вот тут плюс 1 всего лишь. Как-то коммерческий район совсем слабенько. Что, может тогда этот великий обелиск мне предлагают вот здесь. Тем более, тут есть, по-моему, ферма, да? Да, вот эта ферма построена здесь. Вот тут типа 2 фермы неплохо будет, 7 еды. Ну, я бы здесь построил, да. Не, не лечится, вообще не лечится. эти юниты. Пойдя, а где у него центр вот этого района? Или он просто уже присоединил вот этот административный центр. Вот если я его разрушу, то, видимо, ну, знаете, я попробую на хатусу напасть. просто надо посмотреть, как тут будет, если объявлю войну, выкинет ли меня. Кстати, а этот грязный нищий человек, он вот из этого региона пришел. Мы же его завоевали, как бы, военно, и оттуда получается, это событие произошло. ой. Пожалуй, мы зажали моего скаута, не хочется мне там биться, естественно. О, я какое-то чудо открыл. Ага. то есть, когда вы открываете чудо природы, вы можете выбрать, какое чудо построить? Хм. Давайте глянем. Храм Артемиды. 20 веры, плюс 10 регенерации на юнит, прикольно, плюс 100 очков славы, и ваши юниты игнорируют штраф перемещения по лесам, прикольно. Стоунхендж, плюс 10 еды за каждой корли, ну, за ядро религиозных штрафов. Ну, грубо говоря, когда религию основываете, вы, наверное, в каком-то одном городе, мы пока эти религии не основали. И вот там, в этом районе, где основаны религии, там будет плюс 10 еды и 5 стабильности. Висячие сады Вавилона. получает любой ресурс роскоши на том месте, где он построен. То есть, он должен быть построен на ресурсе роскоши, но на самом деле, я так понимаю, вам дадут выбрать любой ресурс роскоши, когда вы там построите его. Прикольно. Так, пирамиды Гизы. увеличение производства extension production cost снижает. И вот это я не очень понимаю, что именно имеется в виду, что именно снижается в данном случае. стоимость производства расширений может имеется в виду вот именно на... Ну, extension либо районы имеются в виду, либо эти... Ну, на ресурсах роскоши вот это вот, что ли там на ресурсах стратегических строится. Так, статуя Зевса. плюс 20 веры, плюс 10 процентов денег за каждый альянс и плюс 10 стабильности. Ну, такое. Все понятно. Геликарнатский мавзолей плюс 1 процент науки за каждое расширение. Опять же, пока сложно сказать, что имеется в виду под расширением. Но выглядит, мне кажется, это очень круто. То есть, со временем вы очень большой процент науки можете набить. Радосский колосс. Ополчение не теряется с течением времени во время осады. Ну, это как-то механику осады надо понимать, как это работает. И маяк, александрийский маяк, дальность обзора плюс 2, нет, высота плюс 2, а дальность плюс 5. а каждый морской юнит плюс 1 к силе и плюс 2 к перемещению. из этого всего мне бы, наверное, я бы хотел, наверное, висячие сады вавилон, хотя у меня там расширение или что-нибудь на веру. Давайте, давайте Stonehenge попробуем. А еще и 250 культуры, кстати, за это заплатить надо, что вы говорите. То есть, все, видите, я зак... То есть, мне их еще построить надо, Stonehenge, но больше, кроме меня, его никто построить не сможет. По-моему, это прикольно. 17 ходов дофига. Это просто тупо очень долго. Так, как мне напасть на хатус? Вот отсюда, видимо. Ну, я вот здесь не вижу, например, никаких коммерческих районов, в принципе. за счет чего у него дороги проложены. Так, обелиск я построил. Теперь рядом с обелиском фермы, как и планировал. О, блин, демоны зажали. Вообще никак не обойти. чейн демона, а медведи. Блин, да что, что-то так территория так сложна для прохода. Хочу открыть полностью всю территорию, конечно, весь континент. Ну, маленький, тут нам маленькую дали сыграть на три цивилизации, вы понимаете, что это маленькое все. Лешамба растет. Ну, что? Мы можем начать осаду, например, вот прямо сейчас? Да, будет объявлена война. Ну, сил у меня явно больше, поэтому, наверное, сразу давайте я автоматическое решение, потому что 92 против 13 смысл. Все, захвачено. Хатуса захвачена. Блин, а у Хета вообще армия есть в принципе? Блин, я бы еще Шуш захватил. что тут лошади, которых у меня нету. О, смотрите, я получил бэджик Этот, предатель первого уровня Когда у вас этот бэдж, ваши оппоненты теряют мораль Когда вы разграбляете или бомбите их здания Хм, прикольно Причем у меня мораль повысилась, а у них понижается Несправедливую войну объявил Минус 23 за объявление несправедливой войны Потому что потеряли столицу Потом минус 5 фиг знает от чего Минус 5 от низкой стабильности Вау, все зашибись у меня тут А у нас, кстати, минус 2 морали теряется Потому что какие-то две территории влияют на нас Предлагает Белый мир, конечно, отказываемся Белый мир это вот То есть на тех, кто Ну, никто ничего не получает Типа, одинаковые Ну, давайте сюда сбегаем, глянем, что тут Но у хетов вот одна территория, я так понимаю, осталась Пошли на нашу территорию Интересно, глянуть, могу ли я проапгрейдить скаутов В конных скаутов Ну, там еще какой-то остров У китайцев или нет Или это полуостров Так, в Лешамбе Фермы давайте еще Ну, тут слабенько, видите Ну, тут 4 Это вообще можно 16 Нет, 5 можно Так, хорошо А так вообще 5 жителей из 16 Ну, давайте Стоунхенш просто Просто Построить на какой-нибудь самой дебильной клетке Кстати, можем А, ведь нет Наоборот, как раз тут не можем Может этот сначала добавить Плюс еда за каждый фермерский квартал А где-то у нас на науку было здание Вот, по-моему Одна наука за каждого исследователя У меня тут исследователи вообще не сидят И я их не планирую Делать Ладно, давайте Сначала это добавим А потом Стоунхенш Бахнем Неизвестно пока Как нам соседство Чудес на что-нибудь влияет Поэтому просто в каком-нибудь левом месте Вот сюда Поставлю Еще мне интересно Скажите, а почему он Во-первых, он минус 4 жителя делает А, это я могу ускорить за 4 жителя Нет, давайте сначала вот это Все-таки Построим Так, и я еще захватил Хатусу Я не посмотрел Сразу ли она работает Нет, нет ли тут какого-то Вот, occupied by you Видимо, надо Надо сначала мир заключить При котором мне передают этот город Новый цивик открылся Права на землю Либо общая земля Либо Собственность на землю Да, у меня, кстати, еще один Один цивик А вот пост Аванпост будет дешевле на 20% О, позволяет покупать территории За деньги вместо культуры Ну Это Если вы строите аванпост И добавляете к своему городу Но я даже не знаю Давайте Стоимость аванпоста Снизим Так, тут я пока ничего еще Не заслужил Ни одной Ни одной звездочки А вот все-таки одно выполненное Значит, тут все-таки Я думал Что я вроде выполнял А оно ничего не засчиталось А вот, оказывается Есть одна штучка А, вообще Я хотел этих захватить И что у нас С Ноком Я не вижу Чтоб тут оно как-то повышалось А как бы платить постоянно Им столько бабла Мне кажется, что это дофига Может, какое-то должно быть Культурное влияние Чтобы оно повышалось Видите, это территория Вы доминируете на этой территории С 89% культурного влияния Но что это дает? Ну, влияю и влияю Как-то Никто ко мне не присоединяется Так, поделиться картами Давайте У нас с Китаем прям Хорошие отношения О, смотрите, название континента Кинубалу Кинубалу Это остров Который к Малайзии, по-моему, относится И, собственно, это Название отсюда Как-то странно Мы поделились картами Если она мне не показывает Нифига Отсюда Каннибал Появилось слово Именно от Кинубалу Что мы на острове Каннибалов Находимся, оказывается Так, давайте Наверное, какой-нибудь Да, я бы расформировал Уже юни Этих Скаутов Честно говоря О, можем религию Наконец-то создавать Политеизм Или шаманизм Давайте Политеизм Так, это у нас Это у нас юнит боевой Давайте в столицу его поведем пока Так, тут еще можно побегать Не понял, правда В чем заключалось Уркиши В чем заключалось Поделиться картами Если Я не вижу никакой Территории Территория Территория Дает доступ к Невероятные Экспансы Великобритания Великобритания И Дископриятия Должны Делали это Игра Это я Присоединил Территорию С С Портом Поэтому мне Что-то про порт Рассказали Блин, может как-то я не понял О, а вот и религия появилась Так Политеизм Я Религиозный Лидер Аксумитов Политеизма И тут я буду Тенец Это Заповеди Что-ли Вообще Коммендмент Заповеди Сейчас Вспомню Ну, какие-то Религиозные Догмы Наверное Скорее Принцип Что-ли Я не знаю Как-то так Но пока Я ничего не могу Принимать Еще и Несколько Уровней Этих Принципов Может быть Быть в гармонии С природой Например Принцип Третьего Уровня А вот Когда они Откроются От количества Последователей Зависит Видите Не знаю Правда Как это будет Ну Это Видимо Вот Открывается Точно так же Как и Культура Ведь Идет Влияние Пока Доминирует Анимизм Поклонение Животным Так В аварисе Что будем строить Обелиск Богов Могу строить Это Это Святое Место Будет Считаться Так Может Торговый район Или Или еще Одну Ферму Ну Как бы Вот Вокруг Уже По максимуму Прям Тут Жрачки Это У меня Будет Животноводческий Город Да Тут все-таки Остров Кстати Фаистос Далее Очки Придцивик Можем Какой-то Принять Да Цивик Поинтс Есть Вот Я бы Сохранил На какой-нибудь Религиозный Цивик Честно говоря Поэтому Пока Не буду Принимать Вот Это Религиозный Цивик Нет Нет Лидерство Плюс Один Администратор А Все И то И то Маленький Совет А вот Автаркия По-моему Да По-русски Давайте Наверное Автаркию Я тут Хочу Посерединке Быть Между Так И я могу Получается Сюда Вроде как Администратора Добавить Нет Не появился Администратор Наверное Не могу Пока Он как бы Ко мне И тут Есть Администратор Какой-то Город Моим Не станет Видимо Время Захватывать Ну Тоже Давайте Автоматически Хотя Тут Какие-то Стены Есть Ладно Давайте Глянем Что На что Повлияют Стены Что Не вижу Вообще Никакого Влияния Стен А Не Вон Плюс 6 От Фортификейшн Это Вообще Раненые Уже Были Да Это Было Легко Какие-то Звездочку Уже Получил За 129 Населения Думаю Может За Убийство Так Победили Захвачен Шуш Ага Вот тут Да Видите Могу Присоединить Администратора Здесь Нет Потому что Он Оккупирован А это Захвачен Конкретно У минорной Фракции У меня Как раз Есть Администратор Просто Без Администратора Там Какие-то Штрафы К К Созданию Ну Еще Начнем Конечно Так Давайте А Экстеншн Это Районы Да Экстеншн Это только Районы Которые Строятся Понял Инфраструктура Это Здание В городе Давайте Наверное Здание На еду Что у нас Тут есть Плюс Две еды За каждого Фермера Вот С этого Начнем Плюс Две еды На реке И Просто Плюс Пять еды Ну Типа Как проект Я так понимаю Выглядит Всяком Случай Так Открыл Юнит Новый Кстати Не могу Ли я Вот этого Пары Могу Смотрите Я могу Апнуть В уникальный Юнит Вылечить Во-первых За 20 Да У меня Нету Железа Так Есть ли у нас Железо Вообще На территории Где-то Медь Медь Кто-нибудь Железо Видит Вот Железо Да А вот Железо Вот Сейчас Этих Я Ребят Убью Захвачу Район Да Могу Апать Но Пока Нету Ресурса Для Апгрейда Просто Вот И Все Колесо Открыть Вот А Открытие Колеса Отдает Дороги Автоматически Создает Дороги Между Городами Аванпостами Вашей Империи Вот и Все Вот Вот И Выяснилось Так Тут Мы Отступим А Тут Я не могу Больше Отступать Ну Тогда Автоматически Мне убьют Скаута Несомненно О Открыл Чудо Какое-то Но Меня за это Не дают Потому что Я не первый Ее Открыл Вообще На территории Китая Вообще Не Китая Кстати Они Были Когда мы Встретились Они были Джоу Так Они все Еще Остались Джоу Они все Еще В той Эпохе Как Ихеты В той Эпохе Да Ясно Ребята Отстают Так Еще Какие-то Очки Эпохи Получили За Культуру Язык Бюрократии Ой Так С множеством Культуры Народов Империя Оказывается Лингвистически Раздробленной Некоторые В отдаленных Регионах Жалуются Что их Проблемы И обиды И недовольства Не могут быть Полностью Поняты Их Далекими Хозяевами Администрации Столицы Сложно Когда в некоторых Регионах Говорят На другом языке Должны ли мы Заставить Всех Администраторов По всей Стране Говорить На одном Общем Языке Так Значит У нас Два Варианта Понимаю Силой Обучение Будет Стоить Обучение Платное Но Для Процветания Региональные Администраторы Должны Учить Мазар Ну Родной Язык Платим Сто Баксов Получаем Десять монет Вход На десять Ходов То есть Они вернутся В итоге Эти сто Монет И еще И А ну это все То же самое Либо Либо Уступить Либо А в чем Прикол А ну смотрите Вот это Будет Больше По Хоумленд Эти А это Больше По Глобализм Глобализм Либо Ну не знаю Давайте Хоумленд Сейчас Всех Убьем И Сейчас Скоро Никого Не останется Так Ну кстати Сегодня Как-то Получше Да Качество Стрима Вначале Там что-то Мерцало И все Я в курсе Что ее можно Обградить У меня нету Железа Так А вот Как бы мне Их В города Видимо Тут Гарнизонов Нету Может Тогда Вот эту Территорию Заклеймить Чтобы Железо Добывать Какой-то Тут Город Сделал Я думаю Что мы Захватим Его И Хетов Больше Не будет На карте Открыли Колесо Должны Дороги Появиться Колесница Блин Колесница Одно Лошадь И два И два Меди Требуют 10 6 3 Ну Вот тут Где производство Побольше 13 7 3 2 Вообще Тут Я бы Тогда Поставил Так Два Хода Вот Новый ЦИК Но У нас Нету Очков Ну Это Религиозный Как раз Открылся Процесс Си Можно В империи Так Это у Нас Либо Коллективизм Либо Индивидуализм Стоимость Религиозных Районов На 10% Дешевле Будет Ну То Ни другое Я пока Не могу Принимать Я так Понимаю Что Это Все Районы Да Дороги Проложены Фермы Тут Сделаны Что На Производство Давайте Так Производственных Районов Вообще Вот 12 Неплохой Райончик Дальше Торговые Экспедиции Завоевания Эти философии Откроем На науку Интересно А мне сообщат Когда Другие Цивилизации Перейдут В другую Эпоху Как-то Идет Какое-то Сообщение Так Что тут Хетты Пытаются Нам Не важно Так А как у нас Тут Вот С этим Ноком Обстоят Дела То есть Я патрон Написано Странно Написано Я патрон Но Но вы Не можете Осимелиться Потому что Вы не патрон Этих Независимых Непонятно Кто-то Напал На О 93 68 Слушайте Вот эти Минорные фракции Сильнее Похожи Чем Хетты Ну Вы Понимаете Что Это Вот Тут Даже Уже Два Ветерана Что Это Все Начальная Версия Я Думаю Что Научат Ребят Воевать Нормально Ну Я тут Постаю Пожалуй Очень Удачно На моих Лучеников Напали Так Ну О Уже Две Звездочки Смотрите Минус 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 Еще Ветеран Появился Как-то Изи Выглядела Как будто Равная Сила А в итоге Развалили Только В путь Не будем Гарамантов Трогать Ну Что Могу Что-то В религии Принять Ага Видите Сразу Подсказывают Что Вот Эти Принципы На Культуру Эти На Деньги Это На Науку Вот Эти Два И Эти Две На Стабильность Какая Что-то Со Стабильностью Это Можно Где-то Глянуть Вот Знаете Не хватает Какого-то Такого Общего Экрана Империи Что-ли Где Стабильность Моей Империи Это Ресурсы Показанные Это Ресурсы Роскоши Сколько У меня Это Сколько Ресурсов Стратегических Да Денег И Культуры Окей А Стабильность Где Это Это Всех Городов Это Всех Юнитов Вот Кстати Вот Это Катя Удобно Сделано Это Быстро Можешь Найти Так Еще Какую-то Несколько Звезд Эпохи Открыл Так Культуры Ну вот Серьезно Где Наша Стабильность Вообще Вот Отдельно Ну Сто Процентов Да Ладно То есть В принципе Мне На стабильность Можно Ничего Не Принимать Что На науку За каждый Религиозный Район Две Науки За каждую Территорию Под вашим Ле Вот Давайте Вот это Возьмем Пока Оно Наверное Не особо Будет Сейчас Идти Глянуть Сколько У нас Науки 51 И 8 Вход Но Откуда Капает Нельзя Посмотреть Ладно Давайте На Производство За каждый Лес Ну Кстати Тут Наверное Возможно Даже Неплохо Пойдет Производство С каждой Горы И 5 Со Стратегического Рис Тоже Неплохо Давай Вот это Давайте Построим Тут У нас Лошади Есть Кстати У нас Тут Шелка Две Штуки Фарфора Две Мы Можем Как-то С Китаем Наконец Поторговать Этой Фигней Тем Более Что Мы Дороги Открыли У него Ноль Из одного То есть Я не могу Ничего Купить У него Кофе Базовая Цена 90 То есть За 210 Я могу Кофе Купить Ну-ка Давайте Глянем У меня Его Нету Да Нету Теперь Китай Торговля Кофе Купить 210 Платим Покупаем И что Сейчас Вот ко мне Кофе Да Добавилось Вот оно Две еды И пять стабильности Прикольно Интересно И что получает Давайте автоматически Вообще Неинтересно Скаутами драться А это Кстати Не скаут Это Был Не скаут Ага Ну Стоим В защите Ну А это Битва Автоматически Короче Этому Скауту Хана А не Выжил Смотрите И прокачался Ну Давайте На свою территорию Этого парня Тогда Попробуем Как-то Довести Значит Открытие Дорог Позволяет Нам торговать Отлично Это Просто Великолепно Так Новый Цивик Можно принять Религиозная Толерантность Но у нас По-моему Нету Очков Да Да Ноль очков Так что Пофигу Эта армия Наверное Нападет Ну У меня Тут уже Ветераны Прям Вовсю В Лешамбе Растет Население В Шуши Население И Аванпост Поставили Так Этот Аванпост Присоединяем К Лешамбе За 40 Культуры И Тут Начинаем Давайте Сначала Железо Добавлю Так А почему Я не могу Почему Я железо Не могу Обработать А Вот А вот Зря Они Кстати Сделали Разные Вам не кажется Достаточно Одной Иконки Просто Обработки Ресурса Зачем Их Три Ну Серьезно Это Зря А вот За 185 Прям Сразу Обработаем Какую-то Получили Звезды На Погоны У нас Появилось Железо И соответственно Я могу Ну Наверное Надо На своей территории Быть Чтобы Апнуть Да Зато Я здесь Могу Апнуть Вот Этого Парня Могу Апнуть Ну К Е Хорош Так А тут Мы уничтожаем Хетов Автоматически Я думаю Почему-то Хеты Все еще В игре И где Они могут Быть Что Они Куда-то Уплыли Что-ли Ну Как бы Карта Выглядит Большой То есть Тут еще Может быть Какой-то Континент Получается Или у них Юнит Еще какой Бегает По карте Хотя Вообще Сомневаюсь Так А почему Я не Я же вроде Открывал Этих Скаутов То есть Эти скауты Не апгрейдятся Я так понимаю В Скаутов На конях Жаль Но этого Я хочу оставить Все-таки У него Такой Крутой Так Философию Открыли Можем Принять Следующую Культуру Я так понимаю А Нет Это Это Другая Империя Вот как Я спрашивал Будет ли мне Сообщаться Какая-то Другая Империя Приняла Другую Культуру Ну-ка Да Хеты Стали Карфагенянами Интересно Я же у них Тут все Позахватывал Не понимаю Почему Так Что тут Происходит В Лешамбе Что-то Происходит Боги не должны злиться, минус одно население, но при этом плюс 50% веры на 10 ходов. Остановить этого священника, население, ну, короче, ничего не изменится, просто население не уменьшится, но и веры не прибавится, да? Либо заменить, я так понимаю, человека на животных. Минус 5 еды на 10 ходов, минус 35% к продукции. И все это, видите, это ведет по пути, социальная ось пойдет в сторону традиции, тут социальная ось в сторону прогресса, а здесь экономическая ось в сторону коллективизма. Давайте перенесем жертву человека, что нам? Проверим, посмотрим, как оно вообще. Так, ну вот могу этого тоже апнуть. А как бы мне вылечить сразу всех юнитов здесь, а не только... Блин, все... Ну вот им нужна кнопка какая-то, вылечить все юниты. Они вот так, каждого по одному. Пошли вот эту армию завалим. Ну я автоматически тут уже, извините. И, кажется, я набрал все очки. Следующие эпохи. Ну вот, судя по всему, вот это следующее... Ну а им бы как-то надо разделить вообще-то, то вообще непонятно где средневековье. Ну, Франки это точно средневековье. Ну, Ганс и Гансов возьмут, тоже как бы Африка. Просто по приколу. Да, все, и на этом дема заканчивается, к сожалению. Когда вы ходите в третью эпоху, на этом все. Ну, пока играть очень легко, но нифига не понятно. Но выглядит все очень... То есть, тут столько всяких возможностей. То есть, видите, хочу сказать несколько слов. Во-первых, спасибо. Надеюсь, вам очень понравилось. Имейте в виду, что это была лишь малая часть того, что может предложить полная игра. Сценарий только что сыграл, был специально разработан... Ну, это вообще было уже в прошлых. А, сейчас нас опросят за то, что мы прошли опрос. Сейчас нас опрос проведут по тому, что мы сыграли. Нет, есть уже предзаказ, но предзаказывайте в Стиме. Ну, вы сами видели, как в Стадии это все выглядит. Стадия OpenDev. Ну, пойдем поотвечаем. Так, ну, нам пишут, мол, спасибо, что поиграли. Сколько раз вы сыграли в этот сценарий? Один. Как бы вы описали ваши впечатления или опыт от этого сценария? Я очень доволен, честно, про себя скажу. Вы тоже, конечно, можете отвечать на эти вопросы мне в комментариях. Как бы вы рекомендовали друзьям... Ну, саму игру highly recommend, но не в Google Стадии в нее играть. А так я, несомненно, ребята, вам всем рекомендую эту игру приобретать. В смысле, тут как бы вы просто рекомендовали OpenDev, а как бы вы рекомендовали саму игру тоже? Ну, давайте так. OpenDev. То есть, конкретно это демо спрашивается. Я просто... А, recommend against. Боже, я хреново вообще... Просто вот это I would recommend it, а тут I would highly recommend. То есть, очень порекомендовал бы. Дальше. Дальше. А, тебя будут спрашивать про интерфейс. Ну, вот это понятно, да. Этот элемент интерфейса. Как вам механизм славы? Да, мне понравился. Этот я тоже понимал. Do you actively... Ну, как это сказать? Вы стремились получить звезды эры? Да, я стремился. Были ли какие-то звезды эры легче получили, чем другие? Ну, как бы... Я, скорее, I don't know. Потому что, ну, те звезды, которые соответствуют вашему стилю игру, те легче получить. Вы же не можете все сразу получить. То есть, ну, я бы не отвечал. Так. Да, это мне понятно тоже. Вот тут не особо я... Вообще... Вообще не, я вообще следовал, но у меня не очень получалось это. Так что, no, отвечу. Какие-то были легче, на свечу нет. Ммм... Гравиенс. Обиды. Кстати, нет, не использовал. Вообще, что-то мимо меня прошло. Нет, вообще не знаю, как они триггерятся. Вообще, по-моему, у нас не было обид, да, в этой... Ну, у меня кроме обиды на Google стадию за качество изображения. Нет. Я вообще как-то это мимо меня прошло в этот раз. Ммм... В данных... Насколько сердит мое население на данную цивилизацию? Поддерживает ли мое население войну? Ну, да. Я как бы со всем этим согласен. Делает ли мораль, как бы... Хороша ли мораль для того, чтобы войны были короткими и сфокусированными? Ну, по ощущениям механики... Ну, как бы да, но в моем данном случае я это не ощутил, потому что я слишком сам был круто развит, а хеты вообще никакие. То есть не было ощущения... То есть как... Давайте я нейтрально отвечу, потому что по игре этого не было понятно. Я понимаю по механике, как они это пытаются сделать. How would you rate мораль? Ну, в принципе, да, справедливо. А по реализму, да. В принципе, реалистично. Не буду прям все это very-very. Так. Что из описываемого лучше... Что из следующих утверждений лучше всего описывает ваше поведение? По отношению к войне. Я выиграл войну. Вы понимаете, как работает сдача? Нет. Ну, я не сдавался, вот скажем так. I understood how... Так, я понимаю, как улучшить и ухудшить мои отношения с другой цивилизацией. В принципе, да, понимаю. Да, в принципе, получил удовольствие от дипломатии. То есть только надо было разобраться в этом, но... Да, тут дипломатически покруче. Я постепенно... Я смог бы постепенно продвигаться... Ну, вот этого я, кстати... Ну, давайте нейтрально. Вот это я не особо ощутил. Так, искусственный интеллект... Чувствуется как человек с его... Нет, не соглашусь. Искусственный интеллект выглядел тупым бревном. Ну, то есть у меня не было ощущения там каких-то отношений, честно говоря, в этой партии. Дипломатия дает мне достаточно... Да, для коммуницирования с другими цивилизацией. Да, это интересно. I enjoyed seeing... Ну, вот это мне... Лично я не думаю... Ну, то есть... Вот именно для меня мне это не интересно, что они там между собой трендят. Видели, они между собой как бы переговариваются, эти аватары. Но мне это абсолютно пофигу. Какое ваше любимое место в сценарии? Ну... Даже не знаю. Давайте... Развитие... Не знаю, правда, правильно ли я написал. По-моему, правильно. Что наименее интересно... Давайте напишу... Я вот считаю, что им надо именно над интерфейсом поработать во многих местах. Что еще добавить? Давайте я напишу... Удачи вам, ребята. Действительно, очень жду... Вашу игру. Все. На этом... Собственно, прохождение закончено. Ваши комментарии, впечатления... Жду в комментариях, извините за тавтологию. Но игра, несомненно, уже очень хороша. Скорей бы они ее выпустили. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.